Дмитрий Попов Я хочу бути в курсі усіх новинок і рецептів, а також вміти їх гарно і смачно приготувати. Для цього я прийшла навчатися до Дмитра Попова. Я завжди мріяла робити справжній диван на своїй власній кухні. Дім, якими треба володіти талантами, щоб бути професійним кухарем? Главний талант шеф-повара Юля – в ображенні. Без вибори можна з найбільш доступних і простих продуктів приготувати оригінальні блюда. І я тебе сьогодні це докажу. Ти мене заінтригував. Главним інгредиентом, Юля, у нас сьогодні буде лук. Іменно он буде основним продуктом, із яких ми будемо готовити оригінальні блюда. Слухай, ну я цибулю додаю лише як, ну такий нюанс. Наприклад, там посмажити картопельку чи гриби. А що ж це за такі страви, у яких без цибуля не обійтися? Ну, в першу чергу ми сьогодні приготуємо з тобою луковий суп. Так. А на десерт ми будемо готовити пирог із сладкого лука. Ну, це взагалі щось для мене не збагненне. Мені вже не терпиться почати. Розкажи план дій. План дій у нас следующий. Сначала ми приготуємо луковий суп. Для цього нам понадобиться, звісно ж, лук. В даному випадку це лук репчатий. Крім нього ми будемо використовувати бульйон, беле сухое вино, сметана, сахар, желток, французський багет і сир-брюєр. І ще ми будемо використовувати буквально немного звичайної муки. І сливочне масло, на якому все це буде відбуватись. Прекрасно. З сиром потім розберемося. Така назва екзотична. А всі решта продукти я знаю і вже готова навчатися. Ну що ж, почнемо обучатися з того, що нам потрібно порезати наш звичний і в то же час зовсім не звичний лук. Ти береш луковицу, я беру луковицу. Ой, буду плакати, Діма. Ми беремо по ножу, спочатку ми розрізаємо лук вдоль. Ну, от в тому випадку, якщо є якісь хвостики чи остатки от шелухи, їх можна акуратно зрезати. І обов'язково треба вирізати нашу корневу частину, для того, щоб лук не скріплялся. Вічне запитання, яке не втрачає актуальності. Які є секретики, щоб не плакати від цибульки? Можна намочити нож водою, можна смочити саму луковицу. Мені говорили, що це навіть корисно, коли ти плачеш від цибульки. Так що не будемо заморочуватися на такі дріб'язки. Ти режеш полукольцями, це теж можна. Ми можемо навіть двома способами нарізати. Ти режеш полукольцями, а я ж нарізаю перьями. Ага, перья – це повздовж. Так, і це вдоль. Ох, я вже плачу. Напоминаю, що ми візьмем 4 луковицы. Знаєш, Юля, лук – абсолютно универсальний продукт. Ага. Його можна використовувати як в приготовлении супов, основних блюд, гарніров, салатов. А скажи, чим я ще можу бути корисно, коли ти режеш цибульок? А пока ти можеш поставити разогреватися на небольшу температуру сотейник или кастрюльку. На яку температуру ставити? Давай, наверное, на п'ятірочку поставимо. Давай, на п'ятірочку. Тим більше, що у тебе плита теж на п'ятірочку. Одним натиском можна виставити температуру. Вона дуже швидко нагрівається. Є отличний рецепт быстрого выздоровления від каких-либо таких простудних заболеваний. Делається сок із лука, смешується з медом і лимонним соком і випивається. Ефект дуже швидко наступає. Отже, помічаємо собі, що цибулька корисна і як лікувальний засіб, та ще як мікстура від застуди. Так, без мене щось відбулося. Це масло? Да, ми добавили около 20 грамів масла в наш лук. І тепер треба це все помешувати. Кликоновою лопатою ми помішуємо. Хоча, в принципі, не принципово, так? Абсолютно. Це може бути деревянне, це може бути даже простая ложка. Ну, ми в даному випадку використовуємо таку. Ми маємо це все просмажити. Раскажи план дій. Нам потрібно, постоянно помешивая лук, зробити його прозрачним і мягким. А впоследстві ми вже будемо добавляти следующі інгредиенти. Поки ти займаєшся луком, я чуть-чуть обжарю муку на сухій сковороді. Греться сковорода і треба обжарити буквально одну столову ложку муки без борки, без масла, до того состояния, щоб оно начало менять цвет і пахнути орешками. А скільки цибульку треба ось так ось смажити? Ну, минуток 5-7. Угу, недовго. А загалом скільки страва займається? Ну, луковий суп все-таки готовиться немало времени, це займає около 40 минут, в общем. Ага. Його подають холодним чи горячим? Ну, звісно ж горячим. Суп обязательно должен быть горячим. И вообще пальму первенства принято отдавать французам в приготовлении лукового супа. Французы вообще очень скрупулезны в приготовлении лукового супа. И предпочитают вообще использовать для его приготовления какой-то определенный сорт вина. Але я сподіваюся, мы не будемо аж так заморочуватися. Мені вже вистачає экзотики в тому, що ми взагалі готуємо циблевий суп. Моє борошно вже починає потрошку пахнути горішками. Да, его можно даже немножечко. То есть я вот хотел, чтобы оно не пригорало. Мы чуть добавим температуру. Дім, а де ти зберігаєш цибулю? В холодильнику, чи на балконе, чи під мийкою? Де найкраще? Ну, тут опять-таки нужно учитывать определенные нюанси. Если у вас холодильник сухим холодом, как сейчас называется, сухой заморозкой, то, в общем-то, лучше тогда переместиться где-то в место, где влажность повыше. То есть зимой на балкон, либо в какое-то затемненное, прохладное место. Обязательно в затемненное, потому что под воздействием солнца лук начинает прорастать. А если у вас обычный холодильник, то вполне его можно хранить в нижнем яросте, в корзинке, в каком-то даже холчовом мешке. Это позволит ему и дышать, и дольше сохраняться свежим и хорошим. Я так понимаю, что ты как раз зберегаешь свою цибулю в своем прекрасном холодильнике. Да, он как раз для этого очень приспособлен. Ты знаешь, вообще, главное достоинство моего холодильника в том, что он сохраняет продукты на всех этапах хранения, свежими и хорошего качества. Дим, слушай, мне не терпится уже приступить к сыру. Он меня вабит, он такой граненький, такой аппетитный. Что мы с ним будем делать? Это французский сорт сыра, называется Грювер. Довольно острый сыр, с таким ярко выраженным ароматом. И ты же догадываешься, что сейчас я запитаю у тебя, чи можно заменить, например, такой сыр на какой-то иначе? Заменять его можно. Прекрасно, муку мы обжарили. Лук у нас приобрел как раз таки прозрачность. И постоянно помешивая, мы не дали ему пригореть. Мы добавим туда немножечко сахара. Буквально чайную ложку. А от цукра цибулька еще и пустая сик, правда? Уже нет, но начнет ярче и быстрее карамелизироваться. Вот, мы уже получаем легкий прижарок, который как раз нам на руку. Вот он, легкий ореховый аромат. Я витрушу его сюда? Да, 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 полностью. А я пока возьму вино. Это обязательно должно быть белое сухое вино, правда? Ну, в общем-то, это не принципиальный момент. Почему? Потому что существуют рецептуры приготовления лукового супа как с белым, так и с красным вином. И вот у нас выпарилось вино. Я бегу за бульоном. Вы видите, что в бульон добавили немножечко свежего тимьяна, для того, чтобы он тоже какие-то легкие нотки давал. И вот мы теперь варим суп. Прошло буквально, дорогие друзья, 10 секунд, и наш суп уже практически кипит. Давай, как-то прискорим процессы, чтобы какнайшвидше его спробовали. Тогда с сыра Грюер нужно срезать корочки. Ты можешь отрезать небольшой кусочек от этого сыра, так как весь мы вряд ли используем. И вот на вот этой вот мелкой терке его натрей. А пока ты занимаешься сыром, я нарежу гренки. А ты меня за комочки прибачишь в этом сыре? Он кришится, трошечки отламывается, и неможливо все растерти так же, чтобы... Я в таких случаях просто съедаю их сам. Если это, ставишь мне. Это мимо этот, не едим, а после меня ничего не лишается. Мы сейчас возьмем еще одну сковороду. Так. И ты мне поможешь с гренками. Залюбки. И можно сразу же на сухую сковородку укладывать наши багетики. Так. Хорошо. Когда вы варите практически любой суп, в частности луковый, важно, чтобы он у вас не кипел сильно. Греночки мают быть золотистыми, правильно? Золотистыми, хрустящими, да. Просто фактически мы их подсушиваем, правильно? Наш суп почти уже приготовлен, поэтому будем его заправлять солью и перцем. Ну, в данном случае, как мы их порезали сейчас, мы их будем кушать отдельно. Но вполне допустимо их порезать мельче и добавлять просто в суп. Ну что ж, дорогие друзья, наш луковый суп, где основным ингредиентом у нас выступал репчатый лук, готов. Больше того, это не заняло надто много времени, вот буквально за 10-15 минут он у нас прокипел до консистенции легкий крем. Да. Дим, как подавать суп и как до них подавать гренки? Хороший, изысканный суп можно подавать в красивой тарелке. А вот гренки просто посыпем сыром, но можно также их запить в духовке. А как именно в духовке запекать? Просто выкласти, притрусить сыром? Да, положить на противень, присыпать сыром и отправить в разогретую до 170-180 градусов духовку буквально на 3-4 минуты, не больше. А оскільки у нас греночки горячие, то я так сподіваюся, что сыр прихопится, трошечки расплавится и никуда не подивится. Я вот всегда повторяю, как происходит выкладка блюда, так у человека формируется и желание есть это блюдо. И такой же силой появляется аппетит. Ну что ж, Юля, наш первый луковый шедевр удался. И я так думаю, тебе, наверное, не терпится попробовать. Это точно. Дуже интересно, тем более, что я никогда до этого в жизни не пробовала цивлевый суп. Ну что, Юля, сейчас я как раз тебе и докажу, что лук вполне заслуживает быть полноправным основным ингредиентом в блюде. Пробуй луковый суп. Ой, загадаю, желание все, что делается вперше, несе удар. Я рекомендую тебе сначала отведать гренку с сыром Грюьер, а потом ее уже закусить. Классная хрустка. Першиком притрусим его. И мне он так пахнет, что я же хочу попробовать. И вино, и прянощи, и цибулька, яка не такая сувора, как была, когда мы ее резали, а лагидна. Димочка, ну ты знаешь, это просто захопливающие эмоции, когда впервые попробовал цивлевый суп, научился его готовить. И тебе окремое великое спасибо людское за то, что научил правильно подавать. А мы двигаемся дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Интрига нашей сегодняшней встречи – это десертный, солодкий, цибулевый пирог. Дима, я думаю, что это страва для настоящих гурманов. Какие ингредиенты для этого понадобятся? Ну вот к этой интриге хотелось бы добавить, что готовить мы его будем с луковым конфитюром, для которого нам понадобится лук-шалот. Не терпится же приступить? Расскажи, как сами мы это сделаем? Еще мы будем использовать чернослив, красное сухое вино, уксус-бальзамик, сахар. А для теста нам понадобится мука, понятное дело, один стакан. Сметана, растительное масло, щепотка соли. Далее мы еще сделаем под него небольшой крем из сливок, желтка и ванильного сахара. Понятное дело, сначала мы приступим к приготовлению нашего конфитюра. Возьмем лук-шалот. Также мы будем использовать орехи обычные, грецкие, и обычное же печенье песочное. Мы берем лук, и его нам нужно разрезать буквально на четыре части, чтобы он получился вот таким вот кусочком. Сколько нужно взять цибули-шалот, и на сколько порций выйдет у нас страва? Классически. 300 грамм лука-шалот и 6 таких внушительных порций пирога нам обеспечены. Но ты обещал, что это будет действительно солодкий пирог, и каким образом он станет солодким благодаря цибули? Ну вот это вот как раз таки особенность лука-шалота и есть. То, что он значительно мягче по вкусу, чем репчатый обычный, и в нем солодинка более выражена. Что мне делать? Включать нашу розчудесную плиту. Готовим мы эту сладкую основу, которая называется луковый конфитюр. Не знаю, как наши глядачи, а я точно сегодня вперше буду ласувати цибулевыми солодощами. Руки хотят что-то сделать. Руки могут закладывать уже лук в нашу разогретую кастрюльку. Теперь обильно в количестве буквально одной столовой ложки, а то и полутора, присыпаем обычным сахаром и перемешиваем. Для меня, как для мамы двоих деток, надзвичайно важно, чтобы солодощи, которые так любят детки, были полезными. А цибулька – это безумовно полезная штука, и я всем раджу о такой десерт. До какой консистенции и стану я маю довести эту цибулю? Ну вот видишь, с помощью сахара лук пустил сок, и теперь нужно постоянно повешивать, для того, чтобы сока выделилось еще больше, и на этом соке лук вместе с сахаром карамелизировался. Вот сейчас я спостерегаю, что с цибули отбываются фантастические вещи. Она пустила сик, она уже не печет в очи, и она стала желагиной. Я так подозрюю, что она втратила свой такой гострый норов, и теперь уже готова стать ласушем. У нас с тобой получается прекрасный тандем, потому что тем временем я нарезал чернослив соломкой, под стать фактуре лука, и добавим его туда. Чернослив вступил в процесс. Я чекаю сигнал, у кого ты мне скажешь, Юля, давай лыть вновь. Нет, потому что нам перед этим нужно добавить туда немножечко бальзамического уксуса. И его мы будем добавлять немного, буквально 2-2,5 столовые ложки. Я опять-таки эту же меру даю на глаз. Ну что ж, Юля, настал момент истины, пора наливать вино. Все выливать? Да, выливай все. Сколько ему требует тушиться в вино? Тушиться по времени оно будет около 15 минут, для того, чтобы лук приобрел карамелизацию. А в этот час мы сделаем что-то полезное для людства, правда? Да, и нам же нужно приготовить тесто. Возьмем миску, берем муку. Ты сказал, сколько там, скляночек, да? Один стакан муки. Мы возьмем полторы столовые ложки сметаны. Я ранее нарезал уже грецкий орех, довольно крупно. И мы добавляем его именно сейчас в наш конфитюр, для того, чтобы он стал мягким. Так, мы добавили еще две столовые ложки масла растительного и добавляем щепотку соли. Теперь мы вымешаем муку. Чи можно дитям давать десерт, в яком фигурует алкоголь? Ну, если этот алкоголь термически прошел обработку, то безусловно. Потому что, в общем-то, он тогда исчезает оттуда. Он выпаривается. И остается только, что называется, тело вина. Мене вабить печиво. Да, ты можешь его просто мелко-мелко покрошить. Сколько печиво? Ну, ты уже положил столько, сколько достаточно. Печиво потребуется самое песочное, чем можно заменитое. Я использовал просто песочное, как такое, достаточно базовое, самое распространенное. Но даже можно и овсяное брать, только в меньшей пропорции. Вот у нас получилось тесто. Так. Оно очень мягкое и эластичное. Важно его вымесить для того, чтобы не было у него никаких комочков. Мы это тесто, завернув в пленку, отправим, ну, хотя бы на полу часа в холодильник, для того, чтобы оно отдохнуло, охладилось, и его было еще легче раскатывать. Так, ну что ж. А я тем временем положу наше замечательное тесто в холодильник. Но ждать полчаса у нас времени нет. Поэтому я загодя побеспокоился и приготовил тесто. Ну, мы сейчас сделаем классических восемь слоев. Вот оно очень легко разрезается. Это за традицией, да? Ну, как бы да. Теперь мы раскатываем наше тесто очень-очень тонко. Такие вот бляшечки. Дим, мы тут с цибулею шалот уже просим в два голоса печива. Мне кажется, что уже эта консистенция досягнута. Да, я с тобой полностью согласен. Тогда мы выключаем плиту. И вводишь туда печенье. Мы можем пока еще подготовить форму для запекания. Ее нам нужно смазать сливочным маслом. Так, конфитюр у нас готов. Отлично. Класс. Берем сливочное масло. У нас подготовлена форма. Так. У нас раскатан первый лист. И сейчас мы его туда положим. Есть. А как раз сейчас на сцену выходит Юля с конфитюром. Это абсолютно смачная и сладкая сумма вышла. И у нас совсем не нагадывает цибулю. Ни за запахом, ни за кольором. Вот таким вот количеством. Раз. Два. Так, рассматывай. А я продолжаю раскатывать тесто. Быстро, непринужденно у нас готов второй слой. И повторяем процедуру с конфитюром. Так, ну что ж. Наш восьмой слой. И еще на него немного конфитюра сверху. А я тем временем сделаю легкий соус. Для заливания нашего пирога. Мы взяли один желток. Мы берем 100-120 граммов сливок. И 10 граммов сахара. Ванилька. Запах. Заливаем края. Ну что ж. Пришло время его отправлять в духовку. Добре. Давай отправляем. И засекаем сколько часов. Мы засекаем 30-35 минут. При температуре 175 градусов. Записано, шеф. Ну что ж, Юля. Пришло время доставать наш пирог. Давай. Ты хвилючий момент, когда ты вперше в жизни пробуешь цивулевый десерт. Будем формировать подачу. Давай. Мы обещали 6 порций. Ага. Вот заявленных 6 мы сформируем. Очень легко, без нажима. Даем ножу прорезать. Так. Есть. Мы нарезали пирог. Берем лопатку. Так. И выкладываем. Мы положим несколько кусочков чернослива. К ним добавим красивый кусочек орешка. И свежими сливками слегка мы польем. Юля, хочу предложить тебе попробовать твой первый луковый десерт. Сама собі заздрюю за одну программу. У меня столько откровений. Прекрасна подача. И наконец я долучусь до когорти гурманів. И буду теперь всем выхваляться, что я готовила настоящий цибулевый десерт. Если бы я не готовила этот пирог, и у меня спросили, без чего он складывается. Я бы в последнюю очередь подумала, что это какая-то проста цибуля. Так невероятно вкусно, что просто злочин не готовить теперь этот десерт, как свой фирмовый. Видишь, Юля, я же таки тебе доказал, что любому луку в своем доме можно найти оригинальное применение и найти интересное решение для его приготовления. Генеально. Теперь я понимаю, почему мой старший сын так любит кашку Чиполино. Цибулевый пирог с цибулевым конфетюром. Нарежьте и подпечите цибулю шалот. Додайте цукор, вино, оцет и тушкуйте 15 минут. Нарежьте чорнослив, волоский горюх и також добавьте в сотейник. Змешайте борошно зі сметаною, олією и силлю. Замесите тесто, накрите плівкою и покладите в холодильник на 30 минут. Подребните печиво и добавьте его в конфетюр. Зробите тонкие коржи из теста. Зместите форму вершковым маслом. Укладите лист теста и тонким шаром положите конфетюр. Повторите дії ще 7 разів. Змешайте яичный жовток, вершки з ванильным цукром и залейте сумішу верхівку пирога. Випекайте цибулевый пирог у духовки 35-40 хвилин при температуре у 175 градусов. При подачі декоруйте черносливом, горіхами та вершками. Парадоксы случаются на каждом шагу. Сегодня мы приготовили с вами блюда, которые обязаны стать любимыми в каждом доме. И они были приготовлены из лука. А как говорит посудник,